Здравствуйте! Вы смотрите новостной выпуск День за Днем в студии Олег Соловьев. Из привычного – расположение избирательных участков, школы, библиотеки, учреждения дополнительного образования. Всего 15 участков. А из необычного – особые эпидемиологические меры. Даже при ожидаемой отмене особого режима в области и в Десногорске, меры предосторожности против коронавируса лишними не будут. Все участники голосования и члены, естественно, участковых избирательных комиссий будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Это одноразовые маски, перчатки, а также одноразовые ручки. День голосования – 1 июля. Избирательные участки работают с 8 утра до 20.00. Можно проголосовать на участке и заранее. На это есть 5 дней. С 25 по 30 июня по графику с 3 часов дня до 8 часов вечера. Есть возможность отдать свой голос, будучи дома. Для этого любой гражданин может позвонить в любую участковую комиссию. Причем не только позвонить, но может передать через своих родственников устно или своих знакомых, своих соседей о том, что он изъявляет желание проголосовать вне участка. В любой из дней с 25 июня по 1 июля. Как быть, если вы находитесь не по месту прописки? Нужно подать соответствующее заявление в многофункциональном центре моей документы через портал госуслуги в территориальной или любой участковой избирательной комиссии. Куда обратиться на усмотрение избирателя? С 16 числа по 21 число до 14.00. То есть здесь человек может подать заявление, что он хочет голосовать на каком-либо участке. То есть он говорит, что я хочу там-то голосовать. И, естественно, его открепляют от того места, где он прописан. Будь это Смоленск, Москва, любой угодно город. И дают ему возможность проголосовать. Это равно это он. Проголосовать на том участке, о котором он хочет. Разобравшись с тем, где и как голосовать, немного о бюллетене. Там всего лишь один вопрос. Одобряете ли вы изменения Конституции? И варианты ответа. Да или нет? Тот вопрос, который выносится для голосования по праву Конституции, очень важен как для нашего государства, так, наверное, и для каждого из нас, в том числе и жителей города Десногорска. Поэтому хотелось бы всех вас увидеть на наших участках, начиная с 25 июня, ну и, конечно же, 1 июня, когда будет полностью по всей стране проводиться это голосование. Изначально голосование по поправкам в Конституцию было намечено на 22 апреля 2020 года. Но из-за общемировой пандемии события решили перенести на 1 июля, сделав этот день выходным. По проведенному опросу в ЦИОМ о новой дате голосования знают почти 80% россиян. При этом половина населения страны твердо намерена принять участие в голосовании. На 19 июня это сделали уже 12 тысяч человек. В числе первых, традиционно, жители труднодоступных регионов страны, Дальнего Востока и Забайкальского края и экипажи морских судов. На сегодня выпуск завершен. Оставайтесь в компании телеканала Десна ТВ и будьте здоровы!